обязательно после школы когда ребенок будет бегать кросс это кросс не знаю кого сместность пересеченная прямая не знаю это неважно если пересечен это еще лучше под горочку пробежаться из гор с горочки аккуратно спускаться надо пробежаться метров 300 для разогрева в среднем темпе чтобы сердце сердечко не ускакивать потом мы ждут ускорение метров на 40 50 зависимости от возраста вашего ребенка такой хороший ускорение чтобы колено поднималась чтобы колено поднималась к вверху и вы выгребали как канадский ось там снова медленный бег прибежались хорошо затратили на то время время сколько вы можете я не знаю не может пять минут может 10 минут лиха беда начала только не спешите и пробежали эту дистанцию свою что можете немножко устали мама мне ножки устали у меня не дышат сами богу колец это нормально особенно если вы маленькие если вы не тренированы все приходите думы прибежали домой поэтому старайтесь бегать так чтобы были близко от дома понимаете в мире досягаемость чтобы могли дойти до дома бывает такое а тут я бежал бежал я убежал а обратно к обязательно пробуйте делать имитацию если дома с ракеткой вы посмотрите мои предыдущие видео что делаю я с ракеткой я просто разминаюсь это просто семь шагов вперед семь шагов влево обратно бегу назад а я выпрыгиваю и делаю имитацию смеша делаю на несколько две-три имитации смеша когда бегу назад назад за заднюю линию потом бегу влево под бэхэнд потом бегаю под форхэнд а иногда когда бегу под бэхэнд я меняю удар и делаю не бэхэнд а делаю форхэнд а когда бегу под форхэнд я могу поменять сделать играть бэхэнд получается такая ситуация но чисто шахматная шаг тенис мы это не проходили мама он играет не по правилам играет не так как все играют на таха а что вам надо вам нашим ребенок выигрывал или качал как красиво мяч он может с вами красиво покачать мяч чтобы родители пришли с ним поиграли 5 раз 10 30 50 а ему устали сынок спасибо дочка спасибо можно игрались а ребенок должен бороться понимаете первое правило если ребенок ваш будет стоять от сетки не от сетки а задней линии на 2 метра то ему постоянно приходит придется вбегать в корт потому что дети как правило играют около середины халф-корта редко ближе к задней линии мы не слабенький они маленькие а ребенок получают дополнительно физическую работу это труд если ваш ребенок будет стоять на расстоянии 23 метра задней линии и он будет контролировать как только мячик от ракетки от ракетки соперника отлетает и приближается к середине корта противника тоже когда обнять будет прилетать через сетку ваш ребенок автоматически вычислить точку и приземление и скорости и будет мобилизован и уже бы стоять возле мяча и он с ним сделать что он захочет в его силу или он сыграет слета пройдя вперед с и остановился или он играет вас полу лета или он элегантно остановится и пошлет мяч форхендом об эхотом туда где есть пустое место ваш ребенок будет чемпионом гарантирую я имею родительский опыт как положительный так отрицательный да чуть не забыл обязательно ставьте лайк есть интересно подпишитесь у меня есть интересное видео короткие немножко длинные но для вас с уважением